Нынешнему Peugeot 308 уже 7 лет, но вместо нового поколения французы провели вторую по счёту модернизацию. Пакет обновлений оказался на редкость скромным. Внешность осталась совершенно нетронутой, а в салоне лишь появились виртуальные приборы вместо аналоговых. Медиасистема подросла интеллектуально. Её научили распознавать голосовые команды, а также дооснастили более совершенной навигацией. Базовая комплектация разжилась двухзонным климат-контролем, задним парктроником и датчиками дождя и света. И, конечно, Peugeot не забывает про электронных помощников. Поэтому адаптивный круиз-контроль отныне расширен полноценным парковочным ассистентом. В списке моторов ничего нового, что скорее минус, чем плюс. Ведь европейская публика явно ждала гибридного пополнения гаммы. В итоге все эти меры позволят растянуть жизненный цикл машины ещё на год-два. А затем мы увидим действительно новый 308-й. Новый Fiat Cinquecento, то есть 500, был представлен ещё минувшей весной. Но тогда главную роль отвели кабриолету. А хэтчбек формально справил премьеру только сейчас. В плане техники жёсткий верх ничем не отличается от мягкого. То есть электромотор выдаёт 120 сил, а литиево-ионного аккумулятора хватает на 320 километров пробега. От мощного экспресс-терминала трёхдверка заряжается до 80% за 35 минут. Но за 5 минут можно получить запас энергии на 50 километров пробега. Впрочем, у домашней зарядки Fiat может простоять долгие 14 часов. До сотни хэтчбек разгоняется те же 9 секунд, что его открытый родственник. А максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 150 километров в час. Кроме того, итальянцы вновь напомнили, что 500-ка обучена поддерживать автономное движение второго уровня, для чего достаточно адаптивного круиз-контроля. В Европе приём заказов на крошку Fiat уже открыт. Но по последней моде рынку сначала выделена щедро упакованная версия со светодиодными фарами, 17-дюймовыми колёсами, богатой отделкой интерьера и хромированным декором кузова. Чтобы оправдать явно завышенную цену, фиатовцы пошли на хитрость. В стоимость сразу включён монтаж домашнего зарядного устройства. Впрочем, нам до этих нюансов не должно быть никакого дела, ведь шансы на то, что 500-ка доберётся до наших широт, мягко говоря, невелики.